привет народ и рад приветствовать вас на канале капитан герман мы собираемся сейчас по индонезии будем идти в сторону бали и у нас в наших планах приготовления мы закупаем топлива продукты и много всего я вам сегодня про это буду рассказывать и выдвигаемся поэтому у нас подготовочка великолепному переходу по индонезии с кучей кучей остановок погнали мы выходим из саронга это папуа остров который принадлежит индонезии идем через раджа ампад зайдем на фамы на джар и последней точкой в этом видео будет а то лыбу мы сейчас выезжаем из марины и у нас есть несколько задач которые нам нужно сделать это закупка продуктов съездить флаундри и съездить по яхтенным магазинам вернее по магазинам которых там докупить кое-что для лодки вот вы можете посмотреть как живут люди на острове папуа это самая восточная и северная часть индонезии обычные домики половина из них стоит на воде а половина стоит вдоль дороги душа ничего не нашла полезно сейчас мы приехали в лаундри смотрите какой здесь лаундри великолепная сейчас вы еще посмотрите какое красивое белье нам вынесут на один он и в общем недалеко от нас есть супермаркет сага это большой супермаркет с количеством продуктов которые реально хороший и он обычно используется яхтсменами для закупки продуктов и мы не исключение так ну вот я уже в тузике у нас здесь 100 литров дизеля это как раз то количество которое нам не хватает у нас израсходовано литров 60 20 в запас также 20 для тузика там мы взяли пиво ну не знаю там на месяц полтора-два как пойдет воды это все небольшое количество потому что мы будем еще докупать в понедельник но пока вот так вот так вот тузик у нас полный кроме еще сейчас сюда пиво загружу так все пирс пустой все у нас тут загружена у нас в последнем переходе когда мы шли порвался генакер ну в общем я думаю чинить мы его больше не будем и наш братишка который с нами сделал больше чем полторы кругосветки сейчас пойдет уже в мусор чинить мы его уже не будем потому что ну пора уже и совесть иметь то есть увидите он весь у нас рваный вот такого цвета оранжевого с учетом того что он был красный как кока-кола в общем пора ему уже на покой поэтому сегодня отвезем его мусорник и так закончится его судьба чуть-чуть вперед еще проедем ну давай давай шевеляйся а а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, все шапками вообще Таких якорьк запустить это было бы очень проблематично, конечно Ну, надеюсь, такого не будет Ну, я надеюсь, что там, где мы стоим, не такое А так, на Т Ну что, вылазь? Они такие, знаешь, все коричневые, нету вот этого вот пристроты цветов Ну, понял Ну, давай, выбирайся Хопа, все, я выбралась Ты его подтащила? Ну вот Ой Ну, ты справишься У тебя тут сереную веревку надо Да-да-да, забирай Добыча Я запрыгиваю? Я запрыгиваю? Да-да, запрыгиваю Эй, полегче, парниша Ого, как она скачает Я буду прям в ластах вылазить Давай Ты сейчас уедешь, дружочек Нет Потом у нас есть вот кольяр, который сейчас Дина отпустит Не отпустит Отпустит Давай камеру и иди отпускай кольян Я могу с камерой пойти отпустить Этот человек грациозно Вылезит А дальше Дина нажимает на кнопочку И Тузик едет кверху А дальше Куря за грамотно освободил две руки Так вот у меня растянут Тузик Это зад Вот эти две веревочки Это просто чтобы он не болтался вправо-влево Но основная веревка держит это Вот это Спереди У нас подготовленный лайн И он здесь просто на шакеле держится Вот так То есть у нас получается сейчас Тузик вперед-назад не ездит Вправо-влево тоже не ездит Вот это вот все Надо в него собрать И прикол в том Что так нужно делать каждый раз Когда мы куда-то пришли Но обычно если это длинные переходы Конечно мы Тузик не загружаем Все Тузик загружаем Если это переходы по одному дню Здесь большой вопрос что делать Ну если как-то под ветром идти Конечно все загружаемся Мы решили немножечко поменять наши планы Потому что У нас ветер спустился Так достаточно остро И нам нужно было бы 30 миль Рубиться где-то 45 градусов к ветру Хоть ветер и не сильный Но всегда против ветра ходить плохо И мы решили остановиться на островке Который называется Джар И здесь переночевать И посмотреть Чтобы завтра с утра Уже идти на дальние острова Которые мы изначально планировали До них 50 миль Ну собственно это то что мы хотели делать А сейчас у нас вон Дина ставит якорь Какая злобная Мы вышли сейчас на пляжик Стоим мы конечно далековато Но с другой стороны Мы не знаем что здесь за дно Где тут какие коралл хеды Поэтому лучше дальше чем Где нибудь удариться в дно Ну что тебе нравится здесь? Я пока не знаю Ну так первое впечатление Кроме мусора на пляже Так неплохо Мне все пляжи нравятся В принципе Я вам уже раньше говорил Что в Индонезии очень много мусора Но особенность акватории Ничего не поделаешь Поэтому Просто не обращаешь внимание Уже на такие вещи Ну а мусора вы видите Действительно реально очень много Хотя остров такой великолепный Это вообще И на middle of nowhere Это по пути к комбону Так Ну что вам рассказать Про это место Во первых Когда вы ходите Под кокосом и пальмами Нужно всегда ходить Аккуратно И не под пальмами А мимо Вот как я прошел сейчас Видите Вот здесь вот посредине Потому что На пальмах Висят огромные кокосы И судя по тому Что они валяются Здесь под пальмами В достаточно большом количестве Это ферма По выращиванию копры Она заброшенная Поэтому Если вы не хотите Чтобы вам на голову Упал вот такой вот Здоровенный кокос То под пальмами Ходить не надо Но это На самом деле К этому привыкаешь Вырабатывается Уже определенная привычка Ты просто ходишь Как на лодке С большими зазорами Поэтому нужно Всегда быть аккуратными Потому что Если такой кокос Упадет на голову То все Скорее всего Ничем это хорошим Не закончится Кокосовые плантации Это конечно все прикольно Там кстати живут Взалеке люди Потому что Видно Что на Веревках Сохнет белье То есть мы их Не будем Своим присутствием Раздражать Видите сколько здесь Этих кокосов Которые падают И вот они валяются То есть обычно Когда кокосы Собирают Их вот До такого состояния Не доводят Их собирают И все И сушат Потом вот здесь Хотя Я посмотрел Здесь вот эти все Фермы для сушки Копры Они все рабочие Ну что Дина Тебе Что здесь Интересно Ну я пока Только ракушки Собираю Да Мне это нравится Ракушки тут Имеются Интересно Что здесь Такой ассортимент Чем-то на Пухет Похож И чем-то На Факарабу Похож То есть Тут есть Те ракушки Которые на Факарабе Но при этом Вот в целом Ассортимент Такой больше Похож И степень Потертости То есть Много кораллов Много камней Ты видела Что здесь люди Живут Вот там Там дом И на веревках Белье сушится Прямо Белье сушится Много разноцветного Там красненького Прикольно Семья наверное Наверное Смотрите народ Какая милая Лавочка То есть Ты тут Целый день Работаешь Собираешь Эти кокосы А потом Вот так вот Вечером Выходишь На такую Лавочку Садишься И у тебя Вот такой Красивый Вид Здесь Открывается Что ты нашла Боже Боже Ты мой Наутилус Да Жалко С оббитым Этим Ну видишь По форме Целый Но с перявкой Ну это ничего Тебе такой же Подходит Да мне любой Подходит Теперь Я же из них Научилась Кое что делать Украшения Делала Да Поздравляю Я не знала Что я здесь найду Я на прошлом искала Потому что такие длинные Когда пляжи Они как раз В такие места Прибиваются И всегда По верхней кромке Ну поверхней Потому что они легкие Прикольно Тут прям шикарный Смотри Если бы Слеповой дырки Не было У него видишь Внешнее ребро Идет По форме Такое Прикольно А вот здесь Видно Прямо Грунт Камни И эти камни Держатся За счет Корневой системы Туда Ого Прямо Очень все Серьезно Нет Не хочу А вот Мы дошли До края Острова И тут Видно Как заходит Свел Причем Он так Прямо Идет 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 Вот мы Стоим Здесь Более Менее Спокойно Хотя Вот там Где наша Лодка Стоит Нас Качает Но Тем не менее Это акватория Внутренняя За островом Закрыта А вот Туда Смотреть Там Видно Просто Как Какое Течение Из Волн Проходит Смотрите А это Лодка Местных Жителей То есть Получается Сердцевина Вообще Выдолблена Из одного Цельного Куска Дерева Даже Вот Есть Выдолбленные Для Того Чтобы Прочность Корпуса Была Так Весло И В две Стороны Идут Такие Поперечные Перекладины И на них Просто Деревяхи Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Всем доброго Утро У нас Уже Рассвело Мы Ждали Рассвета Чтобы Выйти Здесь Вообще Стоять Конечно Было Супер Некомфортно Потому Что Получается Вот Смотрите Ветер Дует Прямо Оттуда Но мы Стоим Так как Здесь Течения Нет Разворачиваемся Против Ветра Как Это Обычно Происходит Волны Заходят Поперек Они Хоть и Небольшие Но Допустим Там Полуметровая Волна Она Начинает Раскачивать Лодку Поперек Особенно Когда Там Какой-то Тайт Типа Самый Верхний Когда Рифа Нет И Ничего Не Закрывает Лодку От Волн То Вот Это Вот Такое Ролли Прямо Болтается По Кровати Я Так Спать Не Могу В общем Спал Очень Плохо В общем Сейчас Мы Выходим Идем На Остров Который Называется Кофе До Него Это Последняя Грида Раджампад Слева Это Пьянэмо А справа Который Еще Просматривается Это Вот Там Вот Это Как он Называется Фам Фам А вот Кстати Если Посмотреть Туда Дальше Там На Горизонте Большой Остров Это Ботанто То Мы Уходим С Этой Акватории И Дальше Двигаемся За 250 270 Миль До Амбона Что У нас Есть Ты Поймал Атунчика Атунец Ротально Ты С одного Удара Что Ли Так Мочканул Шикарно Даже Не Засрал Ничего Нет Я И Стараюсь Какой Молодец Пинцет Так Ну вот Такой Карась Нормально Как раз Как раз На Двоих Сашими Может быть Даже Севиче А у нас Лимона Нет Ну у нас Сколько Это наверное Кусочек Есть Ну этого Маловато Короче У нас Теперь Будет Севиче Смотрите Это Йеллоу Фин Тунец Желтенькие Плавнички Желтенькие И вот Здесь Желтенькие Спинка И Желтенькое Брюшко Это Считается Самый Вкусный Тунец Которого Можно Поймать И Размер Идеальный Потому что Мы Сейчас Делаем Из него Все Самое Самое Вкусное И Сделали Следующее Вот Эта Вот Часть Тунца Это Прямо Сейчас Пойдет На Сашими А Вот Это Ну Здесь Вот Еще Такая Жменька Я Буду Делать Севиче Севиче Я Могу Рассказать Как Это Делается Все Очень Просто Нужно Порезать Тунец Вот Такими Небольшими Кусочками Сейчас Я Его Вот Как Раз Тут Нарежу Рыба Порезана Теперь Берем Луковицу И Режем Ее Вот Такими Мелкими Кубиками Так Ну Что А теперь Самое Важное Смешиваем Ингредиенты Берем Рыбу Кладем Ее В судочек Лук Также Кладем В судочек Из важных Ингредиентов Это все Нужно Очень Хорошо Залить Лимоном С лимоном Не переборщите Ну На такое Количество Я думаю Что Половины Будет Более Чем Достаточно Дальше Мы Берем Рисовый Уксус И Все Наш Севичи Готов Вот Для Этого Его Нужно Немножечко Перемешать Да И Нужно Не Забыть Добавить Но Это Уже Мы Добавляем Вы Как Хотите Красный Острый Перец То Если Вы Любите Острое Туда Заходит Так Жем Вот Такой Перец Только Немного Чтобы Его Можно Была Есть Вы Меня Спросите Зачем Нужен Был Судочек Может Быть Можно Обойтись Два Просто Миской Смотрите Нам Нужно Все Хорошо Перемешать И Потом Все Мы Ставим В Холодильник И Через Два Часа Уже Это Можно Будет Есть А Пока Мы Будем Есть Сашими Ну Что Пришло Время Сашими Приятного Аппетита Так Тут Соус Васаби Надо Размешать Ты Уже В ожидании Или Тем Все Равно Пока Ты Наснимаешься Нет Но Надо Попробовать Мы Жить Никогда Не Ели Ак Тунца Правда Че Точно Точно Ты Вижу Как Тинец У Тебя Тон 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 вот мы подходим где-то правее наверное вот этих гор будет заход где он отсюда еще не видно мы находимся сейчас в двух милях от берега уже видны даже деревья но куда идти еще не понятно у нас сейчас ветер повернулся так что мы идем почти в ноль у нас еще стоит остатки мэйна но мы его сейчас будем убирать но подойдем чуть-чуть поближе он пока нам еще что-то добавляет потому что реально уже идем острее чем работает передний парус мы будем его собирать пока еще чуть-чуть подойдем сейчас подходим у нас течение сколько мы шли постоянно нас несло у нас скорость его где-то пару узлов и вот посмотрите вот здесь прямо видно как вода прямо больше бурлит вот смотрите спереди из вот тут сбоку даже видно но еще метров 200 и она прекратится а нам надо вот туда мы стали здесь глубина 24 метра мы вымытали 80 метров цепи на которых принципе зацепились дина ставит превентер здесь маленькая деревушка сбоку от нас мы стоим вообще тупо посредине бухты надо будет поехать сюда посмотреть в деревне ехать вообще нежелания нету вот сюда на бережочек можно будет и выехать на что наша севиче поспела так начинаем пробовать блин это очень вкусно нормально может быть лимончиков бы еще дать чуть побольше сейчас пойдем найдем лимонного дерева да конечно где ты его тут найдешь а 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 у нас сейчас план мы едем на берег но не в деревню а посмотреть в ту же что же там интересного на пляже как не хватает нам дичи цивилизации не хотим м а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, так вот идем на берег О, какой тут интересный пляжик Отличается от того, смотри, живые пальмы стоят на таких в вазонах Тут, наверное, так подмыло их, да, что они вот вообще здесь, наверное, была береговая линия, ее разбило, наверное, волнами А пальма еще живая, хотя и уже себя плохо чувствует Да, но там вон еще наваляется уже Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что-то интересного там обнаружила Пойдем прогуляемся к этому разбитому кораблю Там Кинг Фишер еще охотится Смешные прыгающие рыбы Которые вот эти такие надводные Да Лодка-заброшка Но она не выглядит как будто разбита Она выглядит как будто она именно заброшена Может, ее ремонт был слишком дорогой Значит, бревен надо много Там цапля полетела Как-нибудь цаплю мы включим в этот выпуск К этой лодке она будет иметь какую-то связь Такие обводы Из дерева, смотри, выгнуто, вырезано, прямо крутяк Они что-то очень знатные кораблестроители из дерева Откуда ты знаешь? Я читала, где-то есть такой остров Где прямо весь остров это сухой док Это Суловеси? По-моему, Суловеси Надо посмотреть Где очень много верфей, которые строят вот эти деревянные огромные лодки Ну, это же не огромная, это же просто какая-то Ну, это небольшая, а там от вот таких до очень больших Вот такие ливый борт Ливый борт и прям целиком из дерева О, какая здесь красота! Какие тут лодки эти красивые Я их с дрона показывал Сейчас я вам им ближе покажу Некоторые более красивые, чем другие Это выдолбленные из цельного куска Они все, в принципе, выдолбленные из цельного куска Ну, только у них бортики, видишь, надстроенные Я так и не поняла, на чем они держат С двух сторон у них, кстати, обрати внимание, эти поплавки Похожи на филиппинские Здесь, кстати, много у кого с одной стороны А эти с двух И весло вырезанное из одного цельного куска Такое еще А, ты имеешь вот эту? Я думаю, что она просто новая И такая узенькая К ним не ездит Есть якорь в виде куриного куска О! Такой якорек На украинской веревочке А эта маленькая И чтобы она не текла Жидкие гвозди Здесь этих лодок много А вот эта высокая Смотри, какая Наверное, толстый человек ездит Или тяжелый Кстати, мы прочитали, что здесь дети очень хорошо управляют каноэ И практически у каждого ребенка есть свое каноэ, которое на них ходит Но это, судя по всему, взрослое Потому что такие посерьезнее, поновее Вот это вообще красивое какое Я думаю, что мы нагулялись сегодня Поэтому будем пытаться к нашему тузику пробиваться Но он далеко стоит А Тайд приходит или уходит? Можно сказать? Мне кажется, что он уже минимум сейчас Кто-то должен это делать Я не могу У меня лапки Дина, ты отвлекаешься Тащи меня к лодке Тащи, толкай Да не, уже все Уже залазь Да я уже на поднятом моторе поеду Залазь Сейчас мимо нас этот паром разворачивается Вот это выглядит страшно Так это поговорить с ней Ну что, народ, у нас 7.30 утра Мы двигаемся Мы уходим уже с этого острова Оленя Или как он тут называется Кофиау И дальше двигаемся Будет небольшая такая гряда островочков Там их штук 5 Такие похожие на Атол У меня есть ряд сомнений По поводу того, станем ли мы туда Потому что там, где стоянка Оно находится с подветренной стороны И, ну, оно закрыто рифом Но как там будет стоять, я не знаю В общем, нам туда идти 27 миль Ожидается ветер Поэтому пойдем на парусах На попутном течении Мы уже, скажем так, вышли на ту точку Откуда нам все время будет должен идти попутняк Мы вышли У нас по прогнозу ожидается ветер там под 20 Сейчас мы идем, у нас аппарент ветер 5,4 Я думаю, что это связано с тем, что Закрывает этот остров Хотя там того острова Не знаю, он же низкий Там только пальмы Конечно, мы чуть дальше пройдем Когда остров закончится и начнет дуть Но мне кажется, фигня какая-то Плюс еще этот дождь венусный Который постоянно капает Ну, вы видите, какая прикольная погодка У меня за мной сейчас находится В общем, у нас дождь не прекращается Мы подняли паруса Открыли полные Они вон еле натянуты И просто, видите, флажок даже не шевелится Значит, ветра вообще практически нет Ветра у нас аппарент 7,5 Но тем не менее, мы идем больше 4 узлов Экономия топлива Плюс мы никуда не спешим Нам туда где-то 25 миль осталось Если мы идем 4 плюс Вполне великолепно Мы там чуть-чуть после обеда Сразу приходим Ой, иди, но не кофе принесла Да Кофе подали Забота, спасибо Да Я сердечко Давайте сейчас поиграем в игру Посмотрите на нашу скорость Ветра 4 узла Паруса хлопают Так вот, собственно, вопрос Какая наша скорость? Ну, в принципе, по логике вещей Близка к нулю А нет? Сейчас большое течение И мы за счет этого течения едем То есть можно, в принципе, я думаю Паруса убрать И просто ехать там свои 3,5 3 узла И даже Вообще, даже чтобы паруса не были открыты Но Мы открыли И идем 4 плюс Но мы рассчитываем, что Посмотрите на рельеф Вот эти горы Они могут немножечко перекрывать нам ветер Нам осталось буквально чуть-чуть Вот уже край острова Мы отъезжаем И будет дуть там Каких-то своих 10 узлов Мы пойдем там под 6 И дойдем быстро Музыка Мы сейчас бросили якорь У нас Бросили мы на 23 метрах Связано это с тем, что здесь вокруг Очень мелко И мы нашли такую типа ложбинку И в нее зашли И посредине бросились То есть куда бы мы ни поедем У нас будет на уменьшение глубины И нам будет типа все окей Комфорта 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы уже знаете как это делается Каждый раз я вам показывать это не буду Так, все, собираемся Сейчас едем на берег, смотрим, что же там интересного Ты готова? Так удивительно, там была такая волна, ветер, дождь А тут штиль солнца Рип живой Аккуратно приподнял уже Вот где вообще полная дичь Здесь прикол в том, что на другой стороне Это лагуна И я думаю, мы сейчас туда пойдем Просто, может быть, сначала посмотрим, что с этой стороны А может быть, сразу пойдем к лагуне Как ты думаешь? Поход в лагуну А вот и проход в лагуну Какая-то курица меня испугала Ой, красота-то какая Ну Вот эти домики на воде Да Здесь ровно, конечно Сделай крыши, наверное, тоже был Хумстей А, может быть Ну это не Хумстей, я думаю, торбатский Ну что, прикольно тут? Красиво? Я считывала, что тут можно будет пешком пройти На большие расстояния И действительно вода холодная Да Потому что сюда воду накидывает снаружи А там, где мы стоим Там такая, типа, заводь Так как я тут уже летал Сейчас я пройду пешком Посмотрю ногами Как это все выглядит тут с земли Живописные коряги А вот это сухое дерево Которое мы видели на подъезде Ну, понятное дело Оно в воде стоит Наверное, берег размыло Так, а нашел я Дину здесь Дина нашла вот такую телу Это потенциально приемлемый для поделок Весь он совсем разбитый Кстати, он был маленьким Весь такой совсем На кривитку похож Ну вот до сюда Возможно, у меня получится из него сделать Красивую поделку Вот наш Эльтузо валяется на воде Дина там еще одного наутилуса нашла Как говорят Прикольно Все такие острова Они, в принципе, достаточно одинаковые Что ли И рассчитывать, что что-то здесь будет отличаться от других Наверное, не стоит Но понять Мы же здесь смотрим не с точки зрения пляжного отдыха А с точки зрения Как зайти, как подойти Где бросить якорь С этой точки зрения Это, конечно, знание уникальное Потому что все эти места Где вот сейчас мы ходим Здесь нету значков якоринга И мы это все разведываем самостоятельно В первый раз Чтобы вы понимали Насколько здесь мусора много На вот таких вот островах Смотрите Целая приливная линия прибоя Ну, увы Азия очень часто такая Дина Сережу везет Так прямо до лодки и будет это делать Всегда Тут живые кораллы прикольные Ты идешь между кораллами У тебя этот Тропа Тропа Да вылась на тузик, да поехали Тут такие Вау Прикольно Да, тут риф такой интересный Да, такой каскадами Да Короче Тут мои сегодняшние находки Этот еще пока целый Но у него есть тут небольшая дырочка Это второй, который я нашла Битый наутилус А этот Сережа вам показывал Это было такое Какой-то кусок просто Кракозябра Вот из него я Уже при помощи Болгарки Это первая стадия обработки Потом вот такого Катинг диска Насадки на мой дремель И сейчас я уже просто Таким бором Потихонечку снимаю Все лишнее И будет такая красивая Перламутровая подвеска Катинг диска Катинг диска Дача тут у меня была кропотливая Не на 15 минут А на все, наверное, полчаса Потому что Чтобы вот эти маленькие ребра Все аккуратно спилить Это ребра Это камеры воздушные У наутилуса То есть каждое ребро Это отдельная была камера У него Когда вот он в таком состоянии Вот как здесь Благодаря этому Он всплывает Или погружается На большие глубины В общем Самый красивый перламутр Он ближе всего Самый тонкий слой Его когда вот Как здесь Темный И за ним идет Черный слой И в общем Чтобы не напортачить И не прорезать Случайно до черного слоя В итоге нужно было Очень аккуратно С водой Стачивать эти Ребра Я сначала стачивала их Таким бором Типа как цилиндр С наверное Такая там Алмазная крошка Или что-то типа того А потом у меня такие Есть прорезиненные Тоже типа боров Я не знаю Как это называется В общем Ими основная работа На маленькой скорости То есть Маленькая Скорость оборотов И вот Вот такое у меня получился Это самый маленький Из моих пендентов Будет Подвесов Подвесов Но он очень красиво Смотрится с жемчугом Вместе В общем В следующих сериях Или в этой чуть попозже Покажем вас Вам финальные Вообще Изделия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok